Здравствуйте! Вы смотрите программу Спорт.ТВ в студии Глеб Парфенцев. Сегодня у нас в гостях директор детско-юношеской спортивной школы «Медведь» Владимир Григорьевич Беседин. Здравствуйте, Владимир Григорьевич! Рад видеть вас в нашей студии. Здравствуйте, Глеб! Владимир Григорьевич, первый вопрос. Скажите, что в принципе входит в обязанности детско-юношеской спортивной школы? Чем занимаетесь? Детско-юношеская спортивная школа «Медведь» занимается привлечением детей к регулярным занятиям физической культуры и спортом, отвлечением детей от улицы, занимается пропагандой здорового образа жизни, выступает против употребления алкоголя, наркотических препаратов и вообще стремится к тому, чтобы наши дети были здоровыми, грамотными, умными, подкованными людьми. Скажите, какие секции действуют у вас в школе? Какими видами спорта занимаетесь? И в принципе, сколько детей у вас? В спортивной школе «Медведь» два отделения – дзюдо и пауэрлифтинг. Детско-юношеская спортивная школа занимается около 500 воспитанников в возрасте от 7 до 21 года. Дети приходят с интересом, потому что это, во-первых, бесплатно доступное обучение. Большая сеть баз, разбросанных по всему городу, и детям удобно добираться. Профессиональный коллектив тренерский позволяет нам добиваться высоких поставленных целей и задач. А почему именно эти виды спорта? Наши базы располагаются в специализированных залах. Один зал дзюдо специализированный наш, второй зал – это зал пауэрлифтинга, оборудованный тренажерами, спортивным оборудованием для развития именно этого вида спорта. Скажите, наверняка же есть специфика работы именно с детьми. В чем она заключается? Какие сложности? Подводные течения есть? Сложность сейчас, наверное, заключается в том, что дети очень привязаны к улице. Их очень трудно оттянуть от компьютеров. Но если он приходит в спорт и начинает заниматься, уже от спорта он никуда не уйдет, это его будет движение по всей жизни. Отвлечь детей от улицы и строить наши основные задачи. А уже потом на фоне массового набора детей в отделении группы спортивной подготовки отобрать сильнейших, которые будут выступать на различного уровня соревнованиях, чемпионатах, первенствах. Из массового набора получается, что больше половины детей выступают на соревнованиях. Спортсмены, которые только в сентябре пришли заниматься, уже на этих стартах попробовали свои собственные силы. Давайте посмотрим сюжет по этому поводу. Выявить сильнейшего непросто. Судьи внимательно следят за техникой выполнения упражнений. Региональное первенство по пауэрлифтингу среди юношей и юниоров за два соревновательных дня собрало более 100 участников из Курска и районов области. Артем Шершнев на этих соревнованиях не впервые. Как бы уже второй раз выступаю на этих соревнованиях, только у меня был жим лежа, а сейчас я выступаю в многоборье. То есть это жим, присед и становое. На помосте не только юноши. Борьба с тяжелыми весами привлекает и прекрасный пол. Анна Заморина пауэрлифтингом увлеклась, последовав примеру брата. Ну, у меня вообще брат ходил и занимался. И мне почему-то захотелось тоже, как и он. И занимались, и дошло до соревнований. Я сама вешаю 35 килограмм, приседала максимально 60. На тренировках девочки проявляют зачастую больше упорства, чем молодые люди. Хотя при соревновательной подготовке отнимают у атлета много сил. Составляется программа, план составляется. Ну, и, соответственно, трехразовые тренировки используются в неделю. По два часа. Ну, девочки, они не преследуют цель накачать мышцы. Они преследуют цель быть сильными. Упрямые они, выносливые. Вот мы видели, в том числе, и более юных участников. Они пробовали свои силы там просто? Это первый для них старт. И пробуя их сил, это, конечно, очень важно. И им нужно больше выезжать на соревнованиях, чтобы они не боялись помоста, не боялись зрителей. Чтобы они были уверены в себе. В этом году у нас группа детей присутствовала на этих соревнованиях из детского дома, которые занимаются. И Пантин, Евгений, он с ними как папа. И он их с собой везде возит. Они выступают и добиваются тоже результата. Владимир, сегодня много говорят о том, что необходимо привлекать детей в детско-юношеские спортивные школы для занятий спортом. Есть ли проблемы с этим, с интересом детей? С интересом родителей, может быть? На мой взгляд, проблем тут серьезной нет. И заинтересованность родителей видна. И дети приходят, занимаются с большим интересом, с удовольствием. Возникает проблема, наверное, не на начальном этапе, а в дальнейшем, когда уже спортсмен добивается больших результатов. Необходима серьезная экипировка, необходимо питание, соответственно, необходимо выезды и так далее. Вот здесь уже появляются проблемы. И хотя вот за прошедшие пять лет, как я уже директором школы работаю, на финансирование спорта уделяется больше ассигнования, но проблемы все равно у нас они имеют место быть. В основном база наша способна принимать детей, деньги выделяются, развиваем спорт теми силами, что у нас имеются. Конечно, большая помощь со стороны родителей, спонсоров, депутатов. Какую работу по популяризации спорта вы ведете? Детская спортивная школа «Медведь», она тесно сотрудничает с Управлением Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. И тут огромная помощь со стороны и пресс-службы. Ирина Коренцова нам очень сильно помогает. И Николай Ильич, он бывший спортсмен, дзюдоист. И на наших соревнованиях он сам всегда присутствует. И есть ряд соревнований, которые проходят под эгидой именно госнаркоконтроля, спортивная школа работает в программе «Спорт без наркотиков». И разъяснительная работа ведется очень тесно и плодотворно с Управлением Федеральной службы о недопущении употребления анаболических стероидов, наркотических препаратов. Тут огромная у нас взаимосвязь. Благодаря этому у нас есть огромный выход на телевизионные средства массовой информации во в целом. И мы свою информацию можем донести до детей, родителей, что есть спорт и какие есть паумные влияния. Скажите, а существует сегодня нехватка не воспитанников, а тренерского состава? Я не могу сказать за все образовательные учреждения, а вот по своему образовательному учреждению могу сказать, что да, тренерские кадры, нам их не хватает. Не хватает тренерских кадров, квалифицированных тренерских кадров. Не просто человек, который пришел с улицы и будет работать с детьми. Это должен быть профессионал, и профессионал большой буквы. Таких, скажем, годом становится все меньше и меньше. Старое поколение уходит на пенсию, кто как, заканчивает свою карьеру. А молодежь очень трудно идет, потому что у них проблема, наверное, еще и финансирования. С чем связан такой дефицит? Заработная плата в основном пугает этот момент. Хотя с вводом новой системы оплаты труда, если тренер инновационный, как говорят, глаза горят, он хочет работать, он получает, в принципе, и неплохую заработную плату. За последние пять лет у нас появилось, в школе работает три новых молодых тренера. Сейчас рассчитываем на то, что у нас еще молодежь подойдет, рассматриваем вопрос о возможности открытия еще одного нового отделения. Может быть, с открытием этого отделения у нас как раз появятся еще молодые тренерские кадры. Что за отделение? Если не секрет, конечно. Нет, не секрет. Мы планируем рассмотреть вопрос на уровне начальника управления физкультурой и спорта об открытии в школе отделения регби. Потому что есть люди, которые занимаются с детьми, есть федерация данного вида спорта. При детских спортивных школах такого отделения нет. И если город пойдет нам навстречу, мы откроем, конечно, у себя это отделение. На сегодняшний момент есть инициативная группа, вице-председатели федерации, есть тренерские кадры, которые... Готовые тренерские кадры, которые могут работать с детьми. И самое примечательное, что есть дети, которые хотят заниматься этим видом спорта. То есть вот уже сейчас, уже сегодня? Уже сейчас, потому что этот вид спорта развивается, но развивается на базах общеобразовательных школ. В рамках детских спортивных школ этот вид спорта пока еще не очень охвачен. Скажите, а какие требования к воспитанникам выдвигаются со стороны тренерского состава, со стороны руководства школы? Какие документы необходимы? Может быть, по здоровью определенные? Требования – это желание заниматься спортом. Документы, есть определенный перечень, который необходимо родителям предоставить для зачисления ребенка в школу. Это ксерокопия паспорта или свидетельство о рождении. Заключается договор с родителем или законным представителем ребенка. И обязательно, конечно, справка от врача, что ребенок здоров, может заниматься спортом. Вы, наверное, не секрет о том, что дети идут, и сейчас очень много детей с ограниченными возможностями. Есть условия для них? Условия есть, но вид спорта дзюдо не предназначен. Но хотя и здесь, если ребенок хочет заниматься, мы таких детей из школы не исключаем. Идете на встречу? У нас есть группа спортивная-поздоровительная. Там ребенок может находиться до 18 лет, ходить, заниматься, ему будут подбираться комплексы упражнений. Но спортивных достижений уже ставить тренер с ним не будет. Это начальный этап. Группа начальной подготовки спортивно-здоровительная. Набираются дети. Спустя год они сдают нормативы. Если тренер видит, что динамика состояния здоровья и данные физические соответствуют требованиям перевода на следующий этап обучения, он переходит на следующий этап. Если что-то не так, и тренер в чем-то сомневается, ребенок остается еще раз на этапе спортивно-здоровительного. В принципе, он может ходить и заниматься, и быть постоянно в детском коллективе. А каким образом можно попасть в эти группы и в целом спортивную школу? Что необходимо сделать ребенку? Захотел он заниматься каким-то видом спорта? Дальнейшие действия. Приходит ребенок с папой или с мамой, знакомится с тренером-преподавателем, записывается в отделение, и потом приходит и занимается. У нас обучение бесплатно в современном этапе жизни. Это тоже немаловажно, потому что не у всех родителей финансовый доход очень высокий. А то, что ребенок, во-первых, после школы он не сшитается по улице, а он под присмотром взрослых специалистов, и тут же еще и укрепляет здоровье. Это сплошная динамика положительная. Скажите, какие перспективы у спортсмена, у ребенка, воспитанника, если он показывает хороший результат в своем виде спорта? Если он показывает стабильную динамику роста, выезжает на соревнования, завоевывает места, он может попасть и в сборную команду. У нас очень большое количество воспитанников, члены сборной команды Курской области по пауэрлифтингу. Ряд воспитанников выступали уже и на более крупных соревнованиях, международных. И есть девочки, которые у нас стали призерами Европы. Есть очень много положительного. Если ребенок хочет, главное, чтобы ребенок хотел. Насильно ничего не добьешься. Должно быть желание родителей, ребенка с нашей стороны, помощь, поддержка в его дальнейшем становлении как спортсмена. Владимир Григорьевич, мне остается только поблагодарить вас за интересную беседу нашим телезрителям. Я напоминаю, что они смотрели программу «Спорт ТВ». Всего вам доброго и болейте за наших! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова